Добрый вечер! Вы смотрите программу подробный разговор. 3 июня Россия переходит на цифровое вещание. Как все будет происходить в Свердловской области? Эти вопросы обсудим прямо сейчас с директором департамента информатизации и связи Юрием Гущиным. Юрий Валерьевич, добрый вечер! Здравствуйте! В чем основное преимущество перехода с привычного нам аналога на цифру? В первую очередь это качественная картинка. Во вторую это 20 каналов бесплатных, что сопоставимо с кабельным телевидением. Ну и третье это охват 97% территории Свердловской области в любых уголках нашей области. Многие сравнивают переход с аналога на цифру с новой эрой вещания. Когда мы раньше переходили от черно-белого формата к цветному, действительно так масштабно и так здорово должно получиться? Ну в принципе да. То есть в отдаленных территориях, где ранее ловили один-два канала аналогово, сейчас наши граждане смогут смотреть 10 федеральных каналов первого мультиплекса и 10 второго канала второго мультиплекса. То есть это значительно расширяется количество качественного контента для граждан Свердловской области. Уже известна дата перехода на цифру в нашем регионе? Наш регион попадает под третью волну перехода в Российской Федерации. Это 3 июня этого года. То есть уже считанные дни остаются? Остаются, да, у нас считанные дни. Ну вот самое время, наверное, задуматься, мой телевизор сможет принимать новый сигнал или нет? Как это понять? Для того, чтобы понять, готовы вы к переходу и сможете ли вы смотреть цифровое телевидение, нужно обратить внимание во время просмотра на логотип канала. В этом углу должна светиться буковка А, что означает, что вы смотрите аналога. В этом случае нужно задуматься. Если же этой буковки нет, то значит вы уже принимаете либо цифровое телевидение, либо кабельное, либо спутниковое, какое-либо другое. Если же буковка А есть, нужно понять, принимает ваш телевизор цифровой сигнал. Для этого можно обратиться на горячую федеральную линию 8800. Номер есть у нас на сайте Департамента информатизации связи. Либо в инструкции телевизора. Если вы для себя поняли, что телевизор не принимает цифровой сигнал, в этом случае вам нужно приобрести в наших розничных сетях и магазинах приставку цифрового телевидения. Стоимость приставок от 600 рублей начинается. Нами, департаментом, осуществляется контроль достаточного количества, чтобы их все не расхватали. То есть мы это контролируем. И в том числе и к 3 июня тоже будем следить за этим. Также на почте Российской Федерации у нас предусмотрен обязательно запас приставок для отдаленных территорий. Ну и решить вопрос дециметровой антенны. В общем, в общей стоимости комплект обходится от 1000 до 1500 рублей. В этот важный момент, если какая-то льгота существует или компенсация для тех, кто не сможет приобрести? В Свердловской области предусмотрена законом компенсация 90%. Она носит именно компенсирующий характер для малоимущих семей. Что сюда входит? Возмещение приставки и антенны стоимостью 2700. А также в территориях вне зоны охвата цифрового телевидения это возмещение спутникового комплекта стоимостью 4500 рублей. Нужно заявиться на эту компенсацию? Каким образом ее можно получить? Для этого нужно обратиться в отделение Министерства социальной политики, принести, то есть приобрести, если вы подпадаете под льготу, ну можно проконсультироваться, также туда обратиться. Можно обратиться уже на нашу региональную горячую линию, чтобы получить по этому вопросу консультацию, получить номера дополнительные этих отделений. Обратиться в это отделение нужно с квитанцией об оплате, после чего будет принято заявление, рассмотрено и возмещено. Для тех, кто до сих пор не разобрался в технических сложностях, существуют добровольные помощники, волонтеры, которые могут прийти, что называется, помочь адресно. Все верно. Ну, в первую очередь я, конечно, призываю попытаться разобраться самостоятельно. Для этого обратиться именно на федеральную горячую линию, которая организует РТРС. Там все расскажут, могут по телефону помочь, подключению. Также на сайте смотри цифру РФ, эта же информация есть. В случае, если все-таки не удается с помощью этих инструкций и консультации осуществить самостоятельное подключение, для этого вас либо переадресуют с федеральной линии на нашу региональную горячую линию, либо обратиться на бесплатный номер, который организовали недавно в Свердловской области, на него обратиться, и можно подать заявку на волонтера. У нас работает, в принципе, в Свердловской области очень хорошо развито волонтерское движение. У нас обучены волонтеры, они умеют подключать, можно подать заявку. То есть такой технический специалист, инженер, он придет, он все объяснит. Он специально обученный уже, то есть он под это заточен. Тут надо сказать, что он будет со специальным бейджиком. На горячей линии вам присвоят номер заявки, это для того, чтобы потом отслеживать, и когда он к вам придет. То есть это, в принципе, тоже связано, чтобы никакие-то другие там мошенники не пришли. Это важно, безопасность, потому что это тоже такой новый опыт для региона и для России вообще. А вот что касается недобросовестных организаций, как понять вообще, что тебе не навязывают услугу, что ты действительно переходишь на цифровой аналог, и все в порядке с этим? Там действительно есть некоторые виды. То есть по результатам уже отключения в Российской Федерации первой в той волне мы видели, что самое главное нужно понимать, что цифровое телевидение 20 каналов – это бесплатно. То есть были попытки навязать подключение к каким-то операторам. Оборудование не может быть дорогостоящим, оно стоит, я еще раз говорю, от 600 до… Ну и выше, конечно, в зависимости от уровня, как сказать, внутренних сервисов, технических характеристик. То есть оборудование недорогое, можно приобрести до 1000 рублей. Еще раз говорю, мы в магазинах мониторим, чтобы комплекты вот эти присутствовали. А также обращать внимание на наших волонтеров, они будут приходить со специальными бейджами, специально одеты, и если вы их подавали через нашу горячую линию, через волонтерское движение, то будет номер заявки, то есть можно будет проверить, спросить, вы по этой заявке пришли, то есть, как говорится, как пароль проконтролировать и только тогда принимать. Безусловно, это очень важно. Что делать тем, и много ли таких жителей региона, кто находится вне зоны цифрового охвата? У нас в Свердловской области вне зоны охвата находится всего 2%. Население это 97 тысяч примерно, 410 населенных пунктов. Для них предусмотрено телесмотрение 20 каналов через спутниковых операторов. Со спутниковыми операторами заключено соглашение точно так же на безвозмездной основе предоставления 20 каналов федеральных, которые входят в первый и второй мультиплекс, бесплатно. Им необходимо приобретать именно спутниковые антенны. Также у нас с департаментом рассматриваются вопросы приема коллективных заявок. То есть, мы собираем через глав муниципальных образований, через муниципалитеты, собираем заявки на коллективную поставку, предоставление вот этих вот антенн. И одновременно с этим в рамках компенсации тоже Свердловской области комплект предусмотрен для малоимущих стоимостью 4,5. – 3 июня для тех, кто нет, не имеет на грани этой специальной буковки «А», то есть все в порядке, для него ничего не изменится, для этого телезрителя. Так же все работает, так же все в порядке. – Все, он просто продолжит смотреть, совершенно не заметив. – Какой-то ролик специально будет крутиться, или этого не будет? – После этой даты, после того, как отключится аналоговое телевидение, будет заставка сделана, переходи, то есть со ссылкой на смотри РФ, и она будет висеть в течение 10 дней, после чего полностью прекратится сигнал. – Ну, хочется отметить, что у нас уже сейчас в Свердловской области по результатам анализа смотрят порядка 70% кабельное телевидение, порядка 5% это IP-телевидение, спутниковое телевидение 11%, и аналог смотрит 14%. То есть, по сути, нужно 14% как раз озаботиться вот этим вот вопросом. – А если какие-то проблемы возникнут, если все вроде бы сделаны правильно, но после 3 июня что-то не работает, вот что делать в этом случае? – Эти вопросы вы посмотрели? – Звонить нам на горячие линии, либо федеральную, либо региональную. Мы окажем всевозможную помощь, то есть проконсультируем, направим волонтерам, решим все вопросы. – А спутниковое телевидение кабельное будет работать точно так же? – Здесь ничего не меняется? – Никаких изменений не меняется, на все верно. – На что сейчас вы рекомендуете обратить внимание жителям региона? Вот что сейчас до 3 июня важно подчеркнуть? – В первую очередь, это обратить внимание, принимают у них оборудование или нет цифрового телевидения. – А спутниковка А, которая существует? – Да, все верно, это самое основное. – И телефоны горячих линий, как вы уже сказали? – Телефоны горячих линий, они есть на сайте департамента информатизации связи Свердловской области, а также на сайте смотри цифру РФ. – Следующим этапом развития связи, что может быть еще? Вот мы такой прорыв осуществили, да, весь мир давно уже так работает, а дальше что? Какие еще технологии нас ожидают в будущем? – Дальше это появление третьего мультиплекса дополнительно, то есть увеличение количества цифровых каналов. Следующее направление – это развитие радио, то есть у нас сейчас до сих пор радиоаналоговое. Вот в рамках этой программы целевой, федеральной, у нас уже добавляется три радиоканала федеральных, это Вести ФМ, Маяк и Радио России. Так вот, будет развиваться цифровое радио, то есть даже во всех автомобилях уже есть в ряде современных машин, уже есть приемники, принимающие цифровое радио. – Но это удобно, не нужно крутить ручку, чтобы поймать волну, это все работает автоматически. – Это все верно, да, все верно, настраивает, ну просто очень настраивается, переключается. – С девятого года мы проводим эту масштабную работу, можете дать, ну пока, предварительную оценку все-таки, насколько мы успешно ее реализовали? – Ну, мне кажется, это хорошее достижение, хорошие показатели, то есть покрытие 98% в территории Российской Федерации цифровым сигналом с 20 каналами. Мне кажется, программа подходит к завершению, и это успешно. – Ну, поскольку страна большая, так быстро все… – Особенно, да, особенно в условиях больших территорий нашей необъятной родины, это хорошее достижение. – То есть быстрее это невозможно было осуществить, да? То есть 10 лет – это вот тот оптимальный уровень, который у нас существует. – Да.